Ну что, и следующим этапом мы должны сделать, проработать детали мордочки, сделать ее выразительной и подчеркнуть где-то лапки, потому что здесь краска расплылась и остались такие недосказанности. Главное оставить все-таки эту недосказанность, но какие-то моменты мы подчеркнем и усилим. Для этого можно использовать либо акварельные карандашики, либо обычную кисточку, только очень тоненькую, и делать это акварелькой. Для начала нужно взять не самый темный цвет, который нам нужен и акварелькой, и тонкой кисточкой, обозначить, где у нас как раз глазки. У котиков данной породы глазки обведены темным прям, как будто бы обведены обводочкой, как женщины подводят карандашиком. Поэтому мы и создаем как раз такое же впечатление от глазика. И можно сразу нарисовать зрачок, тогда глазик будет выразительный. Помним, что на зрачке желательно оставить небольшое белое пятнышко, это блик, тогда глазки будут еще более выразительно смотреться. Если же случайно так произошло, вы забыли про это, ничего страшного, это можно сделать потом сверху капелькой гуаши. Работаем здесь уже аккуратно, работаем по сухому, чтобы не было эффекта растекания. У нас получится, что шерстка у кота такая вся мягкая, пушистая, растекается, а глазки у кота будут очень четкие, графичные, выразительные. И вот эта разница между одним и другим будет очень красиво смотреться. Рисуем второй глазик. Можно переворачивать лист, если вам удобно рисовать. Его повернув, замечательно можно и повернуть. То есть так, как вам удобно. Тоже помним про маленький блик. Вот наш котик уже смотрит на нас. У него есть носик, он будет розоватый. И вот так называемая мордочка, да, кушистики. Используем здесь более прозрачную краску, сероватую какую-то, сложных оттенков. Не, когда не обводим здесь никакими темными, слишком черными, например, чтобы мордочка у нас оставалась такая все-таки достаточно воздушная. Вот на глазках, вот зрачки, они могут быть абсолютно черными, и это даже очень хорошо смотрится. Небольшая тень. Это мы делаем прям практически очень светлой краской, разведенной с водой. И если даже где-то вы переборщили, то можно подобрать, сделать такой просто легкий-легкий оттенок. Такой же полусеренькой, да, такой вот разводненной, да, разбеленной не назовешь, потому что не белая. А вот мы воды добавляем разводненной такой красочкой. Можно немножко подчеркнуть эти характерные тенюшки и пятнышки, которые находятся вдоль носика, которые вот создают ощущение вот такого длинненького носика. И, возможно, какие-то пятнышки вокруг глаз. Что у этой породы как раз от глазиков прямо идут такие полосочки в разные стороны. Ну, уже смотрим, да, характер непосредственно, если мы рисуем непосредственно конкретного животного, то смотрим на характер на морде, расположение его пятен. Потому что, как и в портрете, да, есть портретное сходство человека, да, когда мы рисуем. Также и здесь коты, они тоже, мордочки у них чуть-чуть отличаются. Ну, в данном случае мы рисуем, у нас нет натуры, прям конкретно. Мы рисуем породу, чтобы она была, хотя бы в рамках породы похожа. Но если вы рисуете конкретного питомца, то смотрите конкретно, как расположены у него пятнышки. Это и будет определять похожесть. Носик у котов, как правило, такой розоватый. И мы слегка, ни в коем случае не красным цветом, не каким-то ярким, слегка розоватым оттенком. Намечаем носик. Вот так немножечко загорелся, да, таким цветом. И я бы чуть-чуть усилила розоватость ушек. Не полностью, а вот то место, где, как бы с одной стороны. Чуть-чуть порозовей, потому что краска подсохла, и она выглядит слишком персиковая, розоватого оттенка прям не. Уже не переборщить. И глазки. Глазки у этой породы бывают очень разные. Бывают зеленые, бывают даже голубые. Вот мне хочется сделать моему котику голубоглазым. Поэтому я добавлю голубенького оттенка. Как помните, в одном из мультиков про кошек. А если кошка голубоглаза, то ей не будет ни в чем отказа. Вот пусть у меня будет голубоглазая кошка или котик. А когда мы берем какие-то оттенки, голубоватые, зеленоватые, то мы используем их тоже слегка разбавленным. Только если мы делаем желтоглазую кошку, чтобы у нас глаза прям были яркими, там мы используем желтый, практически очень мало разбавленный водой. Но здесь в данном случае желательно сделать неяркие глаза, чтобы это не выглядело искусственно. Еще бы на опушках сделать ряд таких вот бороздочек, точечек. Это где крепятся усики у котиков. И непосредственно сами усики. Можно тоже делать тонкой кисточкой. А можно это сделать карандашиком. Усы длинные. Если не видно, то можно прям потемнее. Тонко-тонко. То есть вот усики, они прям тонюсенькие должны быть. Кое-где из ушек волосинки. Такие пушинки. Они бывают беленькими, бывают темненькими. Следим, чтобы выразительность. Что значит выразительность? То есть выражение, да, личика или мордочки. Вам нравилось. Тут буквально какие-то маленькие моменты. У меня такой получился кот-философ. Он смотрит на нас, взирая. Может быть, у вас получится кот-весельчак. Или кот-довольный жизнью. Или еще какой-то. Чуть-чуть подчеркиваю темнее в области пасти, да. Вот здесь. Как правило, здесь образуется тень. А уже туда, туда, где пушки завершаются, я растворяю линию. Я ее не заканчиваю. Чтобы был эффект такого перспектива небольшой, объема. Сморочка пока у нас подсыхает. Можно заняться нашими лапками. Здесь просто вот несколько мазочков. Ни в коем случае не обводим лапы. Знаете, как в мультиках, да. От и до. Просто взяли все и ввели. Сразу станет все плоским. То есть линия должна где-то присутствовать чуть-чуть. Но она не должна быть, должна форму полностью обводить от и до. То есть где-то она появляется у нас чуть-чуть. И где-то она прям пропадает. Я не довожу ее. И мало того, я рекомендую это делать именно кисточкой. Потому что кисть дает возможность сделать линию разной. От самой-самой тоненькой до более толстой. Потому что от нажима кисточки будет очень много зависеть. Вот, например, сейчас здесь покажу на листочке. Как кисточкой. Да, смотрите. От самой тоненькой. То есть линия получается живая. И могу совсем тонюшку, могу вообще растворить, могу прервать линию и так далее. В отличие от карандашика, конечно, им тоже можно варьировать. Да, вот слабее и толще. Но все-таки у кисточки возможностей гораздо больше. У фломастера вообще такой возможности нет. Потому что фломастер ведет четкую линию. Там идет поток чернил. Поэтому я люблю карандашики и кисточки. В доработках гораздо больше, чем фломастеры. Задние лапки. То есть те, которые дальше от нас. Не задние, которые дальше. Если даже нам нужно подчеркнуть, мы всегда подчеркиваем более светлым тоном. Никогда они одинаково. То есть эти лапы и задние не подчеркиваются одинаково, одним тоном. То есть всегда на тех лапках, которые ближе к нам, будет тон ярче, краска насыщенней. А те лапки, которые у нас подальше, мы используем там больше воды. И сейчас можно сказать, что работа завершена. Но я бы еще посмотрела ее на предмет где-то каких-то акцентов. И вот здесь как раз нам помогают карандашики. Потому что краска. Можно, конечно, и акварели. Но я люблю больше карандашей, потому что их можно стереть. Если вдруг нам показалось, что мы немножко переборщили, уработали. Их можно слегка размыть. И позволяют они как раз-таки, где-то дорабатывая детали, не бояться, что где-то вы можете переработать, сделать больше, чем нужно. Ничего страшного в этом нет. Можно взять резиночку и вытереть лишнее. Я использую вот оттенки нашего котика. Это серые различные, коричневатые карандашики. И можно немножечко-немножечко, где мне кажется, что было бы неплохо показать, еще немного шерстинки. Вот где-то краска растеклась, возможно, не совсем так, как хотелось бы. Вот, чуть-чуть где-то уплотнить. То есть мы сейчас говорим о том, что мы утемняем где-то со стороны тени, например. Или какие-то не очень интересные, краска не очень интересно потекла, или как-то потекла, и хотелось бы чуть-чуть ее продолжить. Мы уже не сможем восстановить, даже если мы будем брызгать сейчас на нашу картину, все равно краски уже не лягут так, как в первом этапе, что уже все высохло и впиталось. И вот здесь нам помогут наши карандашики где-то доделать небольшие какие-то нюансы. Иногда этого не нужно, и вы, например, на этой работе, на этой работе котика вообще здесь карандаши не использовались и не дорабатывались. А здесь я считаю, что нужно немного доработать, мне хочется, поэтому я это сделаю. А вы смотрите на своей работе, насколько вам это нужно, насколько это уместно. Я показываю все возможные методы, не обязательно их все применять в одной работе, но поэкспериментировать, попробовать желательно. Еще такой момент. Все линии, которые у нас находятся дальше, нежели, например, вот эта линия вот здесь, мы тоже делаем более легкими, поэтому я использую разные карандаши. У меня разные оттенки серого, они и по тону, и по оттенку разные, поэтому тоже используйте ни один карандаш, ни в коем случае не проходите всего котика, даже если вам хочется где-то доработать. Обязательно используйте разные оттенки. И по цвету, и разные по тону. Светлые, темные, чуть-чуть не хватает моему хвостику объема. Я слегка придам ему темнинки снизу, но не доходя до края, то есть оставляю в токе пушистость. Смотрите, я работаю не от края, где у меня закончилась краска и перетекает в белый лист, а отступаю, потому что мы никогда, предметы объемные не заканчиваются тенью, там есть всегда зона рефлекса. И вот эту пушистость тогда я не убираю, я не работаю по краю листа, я работаю в середине. Тогда у меня остается пушистость и добавляется объем. Если же я бы прошлась прямо по краю, то как раз-таки это сделало бы мою работу плоской. Работать можно либо штришками, либо вот так плоскостью карандаша, если где-то нужно утемнить. Карандашик дает на акварельной бумаге такую неровную шершавую линию, это тоже повторяет фактуру, и это хорошо. Я работаю плашмя, ни в коем случае не так и не нажимая сильно на карандаш, то есть слегка-слегка. Мне нужно подчеркнуть было теневые стороны, лапки, и немножечко кончик хвостика. Опять же повторюсь, не работаю никогда по краю, всегда край остается акварельным, расплывчатым, дорабатываю уже более жесткими линиями или тоном, только подальше от края, ближе к середине, ну, скажем так, вот вторая половина хвостика, нижняя, но не край, ни в коем случае. То же самое везде, то есть я края никогда не затрагиваю, уже не обрабатываю карандашом, никогда. Я работаю, отступая от края, чтобы вот здесь оставалась пушистость, вот я могу показать поближе, вот как здесь краска расплывается, и если я дорабатываю карандашиком, я работаю вот в этих областях, отступая. Немножечко можно кончик уха подтемнить, чтобы он выгорелся. Чуть повыразительнее возле глаз. Ну, и, в принципе, достаточно. Котик достаточно живой получился, симпатичный. Вот, если... Еще один момент. Вот мне не очень нравится, вот здесь жестковатая линия, если так получилось, что вы делали ее акварелькой, и линия темновата, потому что все-таки эта лапка далеко, можно нанести на нее воды, и потом выжать кисточку, сделать ее сухой, и снять эту воду вместе с красочкой, ослабить красочный слой слегка. Сделать линию более прозрачной, чтобы была разница между одной и второй линией. Ну вот, у нас получился замечательный котейка, нежный, пушистый, с голубыми глазками, который смотрит на нас. Применяйте разумно все методы и инструменты, так, чтобы все-таки ваш рисунок оставался с легкой недосказанностью. До новых встреч! Увидимся с вами на следующем занятии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!